Давай по буквице всё, что есть. Так что всё, что есть? Давай вопросы по буквице. Чему саме так разделено ритмами побудов Аумарасии? Ты имеешь в виду изображение её, которое присутствует или что? Ну это тоже интересно. Это вопрос я задавал. Почему первый рядок начинается с Аум и заканчивается есмь? А второй – с животю по гахерам, а третий – с како по гайам? Вообще, мне очень тяжело будет ответить на эти вопросы, потому что могу ответить, что второй начинается с животю, потому что Аум уже занято, к примеру. И не могут же все рядки начинаться на одну и ту же буквицу. Могу ответить, что просто потому что в животе идёт следующее по порядку. Я не понимаю, с какой именно точки зрения ты подходишь к изучению, к попытке понять это. Дело в том, что это сгруппировано исходя из образных значений самих буквиц. И поскольку образные значения самих буквиц ты читал, то я так думаю, что ты отчасти представляешь, что имеется в виду так же. Ну, очень часто. Ну, хорошо. Я могу сказать… Дивись, ты скажешь, что… Ну, хорошо. С одного боку, все святотворенное. От начала до грубого материального света. И, может быть, я все осягнути это не могу, через то, что не знаю всю эту тонкую побудову и так далее и тому подобное. Но, скорее всего, это как бы уплотнение материи и… Где? В буквице? Прошу. Где? Ну, сначала до самого конца. Где? В буквице ты имеешь в виду, что это отображено? Нет. В буквице не это отображено. В буквице отображена другая ситуация. В буквице отображена концепция от создания Вселенной. Да, это есть. Но и дальше уже какого-то личного развития, личного осознания, переосознания, осмысления, переосмысления, перерождения качества души и духа. И постепенного разочувствления с вообще материальным миром. Это отображено от начала до конца, или на каждом из этих девяти лет? Ну, от начала до конца, да. Все эти девять уровней, они имеют свои какие-то особенности и… Так вот, а в чём особливість каждого уровня? Тобто, чому саме так? Чому вот иде, и начинается аум и заканчивается… Ну, вот саме на есть, а не на глаголе добро. То ж можно было заканчивать на глаголе добро. А дальше уже начать наступный рядок – есть, есть. Ну, неинтересно так было бы. Так интереснее. Ну, к примеру, а почему бы не закончить палец просто пальцем? Интереснее, когда он с ногтем всё-таки. И почему бы не закончить руку просто там каким-то отростком непонятным? Интереснее всё-таки закончить руку ладонью там, где будут пальцы. Ну, так устроено, так как бы оно сгруппировано. Читая ты понимаешь, что, допустим, есть и есть, они продолжают предыдущие образы буквиц и рассказывают… Ну, как бы завершают повествование, которое начинается с аум-ар-а, с начала прояснения истины. А, допустим, уже «Животи», «Дзирала села зэмрая», оно… Чуть-чуть уже другая история, как вторая глава, можно сказать, начинается. И она заново как бы пересказывает идею того, что происходит, где мы находимся как бы. Первое – это просто, как там в Евангелии, допустим, «исконне бяше слово», то есть вначале было слово. А здесь там «исконная истина ясная», можно перевести как «изначальная истина ясная». Божественные духовные знания, передаваемые через веды, которые мы провозглашаем и которые ведут нас по пути развития, и которые помогают нам познать Всевышнего и воссоединиться с Ним. Ну, как первая глава. Вторая глава уже не просто абстрактная, что где-то там в начале, а вот конкретно, вот мы живём уже на Земле, источник жизни над Землёй, то есть указание и на Солнце, указание и на предыдущую Землю, с которой осуществилось переселение на эту Землю. Некое уже такое и астрономическое, и историческое отчерчивание реалий нашего пребывания. Ну и дальше идёт также сочтение образов, которые даёт важные аспекты понимания. Так же ж? Тобто, каждый из этих девяти уровней, в принципе, ну, тоже я, как бы, бачу какие-то такие закономерности, что, ну, не знаю, там есть, это, ну, не знаю, перехит, конец, ну, в какую-то там новую качество, ну, как, ну, как бы, начало нового рівня, там, гехеры – это тоже, ну, как бы, проявление, но чуть не новое. Так же с юнью, юнью закончится, юнью, как бы, ну, начало взаимодействие с тем, чем ты не являешься, там, так же, чара, ну, новое начало, там, и так далее. Тобто, на каждом из уровней одна и та самая, ну, один и тот самый процесс, правильно? А ну, это, как бы, девять уровней в спирали, яка, по сути своей, по принципу, одна и та самая, но на разных уровнях… Нет, это не одно и то же. Ну, это продолжение того же. И продолжение… Проширение, или как же? Нет, это не повторение того же, а продолжение ранее заложенных тенденций, можно сказать так. Тобто, ну, а как, как цей процесс? Куди он продолжается? Тобто, он раскладается, чи он, как сяйво, расповсюджается, ну… Ну, можно представить в виде линии, допустим. Все-таки линия. В виде линии, или даже в виде нити, вот, допустим, нить, которая состоит из разных… Канат, который состоит из разных нитей, и некоторые буквицы можно связать, что одни являются как бы одной нитью, другие другой. Одни отображают божественные знания, другие отображают проявление Всевышнего, третьи отображают качество нашего сознания, четвёртые отображают энергией, пятые отображают взаимодействие. То есть, вот, как бы, таких нитей можно выбрать. А есть здесь структура? Ну, как бы, это не особо важно, там, настолько коверяться. Важно коверяться именно в тех основных смыслах, которые уже там приведены образно-звуковые последовательности. Так, а почему, если ты постоянно наголошуешь на том, что это операционная система и так далее… Правильно, ну, так в тексте и выбрано самое важное, помнишь? Я согласен, но если я смогу, ну… А возможно, есть какая-то певная последовательность, ну, певный код последовательности голосных сам, и он сам, вот такая числова последовательности, их отображает певную суть, именно с такой, понимая, что эту последовательность у меня будет правильно, ну, как бы, работать. Да, вот образно-звуковые последовательности, которые описаны в тексте, они самые важные. А остальные образно-звуковые последовательности, визуальные, порядковые последовательности, противоположности – это уже отдельная история, которую, конечно же, можно и нужно развивать дальше, но основное всё-таки то, что основное. И, как бы, разных знаков, разных символов, допустим, дополнительных символов, которые можно набрать через вставку в Microsoft Word, огромное количество. Однако на клавиатуре присутствуют только основные знаки, те, которые самые важные. Так и там всё-таки в тексте приведены те, которые самые важные. Просто потому, что они самые важные. А все вот эти уже какие-то ответвления, их можно будет как-то отдельно разбирать. Но когда будут разобраны самые важные? Ну так, найважливейшее, в принципе, оно, как? Я ж тому… Ну, ты ж помнишь, там описаны некоторые образно-звуковые последовательности? Ну так, я ещё так сильно их не изучал… Ну так, а зачем тогда какие-то другие отслеживать, которые… Потому что… Потому что… Потому что… Потому что… Потому что… Я проясню. Потому что они какие-то частини берут, а мне хотелось бы, ну, как бы, вместить всю 64 структуру… Так там все они описаны… Ну так… Ну так… Ну так… Ну как так? Все описаны… Ну, добре. А там, например, по якостям сваргу четвертой разделяется цей квадрат на сваргу квадраты… Я ведь сказал… Ну… На четверти чини… Ну, у каждой… Есть другое, что у каждой буквицы есть качество, как прави мудрости яви и нави. Угу. Ну, буквицы, как полноценные объёмные образы, они не могут быть только в одной сварга четверти. Но какая-то, допустим, буквица может быть более связана с… одной сварга четверти, другая с другой. И даже здесь не только сварга, здесь и всё мировое яйцо, однако… Есть и то, что у каждой из буквиц есть четыре качества по сварга четвертям, а есть и то, что всё-таки буквицы – это самостоятельное явление. А те проявления Всевышнего за каким принципом тоже раскиданы? Тобто… Чего? В соседотворении, или нет? Проявление Всевышнего в Аум-Гар-Асии? Ну, так. Ага. Тож мы с Аум-Гар-Асией. Ну, и да, и нет. Вообще, у каждой из буквиц есть соответствующее проявление Всевышнего, если так разбираться. Есть соответствующий Бог и так дальше. Просто где-то есть, что, несмотря на это, Всевышний является всё-таки основным подавляющим образом этой буквицы. А есть, где основным подавляющим образом является какое-то явление, а Всевышний может там значиться как тот, кто продуцирует это явление. Допустим, джерало – дзерало. Идея источности, источения, ну и Всевышний там тоже как бы значится как источник всего. Однако сказать, что эта буквица – это Всевышний как источник – не совсем. Как бы это всё-таки источник. Но источником же является Всевышний. Поэтому джерало как бы очень близко, но всё-таки косвенно указывает на Всевышнего. А вот буквица Ра, она непосредственно и обозначает Всевышнего, и является его звуковым и визуальным проявлением также. Ну и буквица Раича также косвенно указывает на Всевышнего. Ну а чему Ра, 26-м записанный? Чему он там, не знаю, ну… Чему саме он такой порядковый номер? Чему он там не в начале? Чему он там, не знаю, не в конце? Ну, потому что головной мозг не на копчике, а на шее находится относительно спинного мозга. Ну… Потому что такое устройство как бы сделано. Так я ж западаю, чему такие… Ну, ты же помнишь, там как идёт. Сначала идёт прояснение истины, можно сказать так. И вот прояснение того, что истина божественна. Мы эту истину через веды принимаем, глаголим там, развиваем сознание, настраиваемся со Всевышним, понимаем своё место в материальном мироздании, понимаем, как мы должны, чтобы и не делать больше, чем надо, и не делать меньше, чем надо, чтобы делать то, что надо. Пытаемся понять, как это всё взаимосвязано, пытаемся определить истину, пытаемся объединиться для того, чтобы лучше как бы понимать эту истину. Отслеживаем какие-то еле видные проявления чего-то где-то, чтобы более качественно понимать реальность. Отслеживаем процесс мышления, улучшаем, делаем более качественным процесс мышления. Проходя через разные этапы, постепенно сосредотачиваемся, уже наступает некий такой стабильный покой и направление. И тогда, да, Единого Всевышнего мы приветствуем, и тогда вот его во всей как бы его полноте мы и можем понять. Потому что, ну, если бы это просто буквица описывала пансион, то можно было бы в начале Ра, там дальше Рада, или обозначить её, допустим, буквицей Сайя, дальше буквица Ху, буквица Ар, буквица Тот, и дальше-дальше именно как бы на богах построить систему. Но здесь система развития сознания, система, описывающая путь духовного восхождения именно для людей. Поэтому здесь именно такая композиция. И если ты там будешь изучать и вдумываться, то ты поймёшь, что ну и позже Всевышнего задерживать процесс нету смысла, уже можно поставить. Ну и раньше, допустим, поставить Всевышнего перед Гехарой. Ну да, вот христианам там тем же кажется, что они бога знают, многим язычникам кажется, да чё, ну бог и есть бог, и как бы, ну, обыденно, всем понятно, ничего интересного в этом нет, давайте про инопланетян поговорим, давайте Атлантиду поищем. А что, бог он и есть бог. Но это так просто потому, что они не понимают, кто такой Всевышний. А вот если отслеживать какие-то вот такие тонкости мироздания, и если потом апгрейтить процесс мышления, именно мыслить постоянно, мыслить и над процессом мышления, мыслить и над причинами появления тех или иных мыслей. Вот исполнять полностью наставления, которые запечатлены в фразе «какого люди мыслите», то тогда, конечно же, и предпосылки к осознанию Всевышнего начнут появляться. И начнёт появляться некая спокойная, стабильная, как бы, платформа, исходя из которой можно дальше уже осознавать Всевышнего. Ну, так же или как? Абсолютно верно. А, допустим, а зачем его задерживать? Задерживать, когда уже там слово мы твёрдо изрекаем, там разные ощущения появляются. Какие разные ощущения? Ну, там дальше идёт. Ну, ОУК. ОУК, ОУК. То есть, а зачем задерживать? Да, конечно, если поставить его позже, то, если пройдя все эти стадии, то мы, возможно, ещё качественнее могли бы его познавать. Однако, если уже дальше эти стадии идут без базового направления ко Всевышнему, то и слова не будут твёрдыми по-настоящему, и ощущения будут ошибочными. Если слова, если наши концепции, слова, как выраженные мысли, в конце концов не опираются на Всевышнем, ведь мы смотрим в мировом яйце, мысль, она опирается на пробоги. Если наши мысли не опираются на пробоги, то они не могут быть утверждены, они не могут быть таким путём подтверждены. Это просто какие-то там непонятные амёбы энергетические, которыми мы наплевались в окружающее пространство, и они там как паразиты плавают, срастаются, и потом людей мучают, короче говоря. Ну, и нас самих же. А если как раз перед этим уже есть Всевышний, то тогда мы мысли уже правильно формируем, и по-настоящему их и изрекаем правильно, понимая, что Он один такой. Мы Его приветствуем для этого. Мы с Ним опять же настраиваемся, и мы потом уже Его пытаемся ощутить во всём мироздании, и снова к Нему направиться, исходя из этого мироздания, исходя из понимания этого мироздания. И идут следующие этапы. Мы для этого можем использовать то благо, которое нам предки оставили, переосмысляя заново какие-то и артефакты, и ведические знания, и даже какие-то полулегендарные всякие штуки, орнаменты на мечах, да что угодно, апеллируя к генетической памяти. Ну и конец этого всего – это полное противопоставление себя относительно материи, полное… Ты перескочил тоже. Ну да, я перескочил, потому что… Не потрібно, будь ласка, ну разговаривай. Не, ну так это можно три года после нашей эры говорить. Не, ну ты снова едешь так легко по вашей. Нет, я просто изложил определенные законодательности, ну а дальше, чтобы не тратить время и перейти к следующему… Хорошо, ну ты рассказывал, что частины буквиц рассказывают, например, о тонкой строительстве, ну и человека. Ну это в последней последовательности очевидно. А, ну, а какие ты рассказывал астрологично? Ну, это же, может быть, «звырало сиело земрая», так? Ну, ты же все-таки сказал, что есть вот этот аспект. Точно сказал, что этот аспект, ну, через буквицю… Буквиця, как бы, в ней все зашифровано, закодовано. А все иншие, как бы, дают, ну, как бы, ветки, геляча и так далее и тому подобное. Ну, да, разветвление древа познания. Такой, а какие тут есть, ось, какие ветки? Ну, вообще, практически у каждой буквицы есть и астрономическое значение. И, допустим, руна Кси, руна Кси соответствует созвездию там, где Ксари имели мощные свои поселения в древности. То есть, из исторической, даже больше того, бабушка Саагаста, когда она нянчила десятирата, отца Саагаста, она ему показывала на небо и перечисляла созвездия и пела историю о том, кто на каком созвездии жил или живёт, и как там это всё происходило. И она, в частности, пела длинную песню, где описывала о том, как Ксари там действовали, и что вот мы смотрим и видим прекрасную Ксеравну в небесах и прославляем Всевышнего. Такие справы. Ну и, допустим, буквица Слова, она отображает распространение солнечного света. Буквица АС, она является изображением солнечного света, преломлённого через земную атмосферу. Буквица АС, ну да, преломление солнечного света через земную атмосферу. Буквица АС, ну да. Буквица АС, ну да. Буквица АС, ну в принципе много ещё. Буквица АС, ну да, преломление солнечного света через землю. Буквица АС, ну да, преломление солнечного света через землю. Допустим, буквица Ра в тонком строении человека отображает сверхдухо. И поэтому буквица Ра, можно сказать, единственная из Аум Арасии, которая не связана с тонким строением человека. Потому что Ра, как сверхдух, он не является частью человека, он сам по себе, хотя материалистом может и показаться, что он является частью устройства человека. А это... Брехливое эго. Не брехливое эго, ну просто эго. Я вообще, я думаю, что брехливое эго... Что ж это такое? Что ж это такое? Ну ложная эго. Ну да, я уже понял, пару минут, я завис чуть-чуть. Оно не имеет своей буквицы конкретной. Хотя... Йено. Нет, Йено это другая. Ой, не Йено, а Йойно. Тоже не совсем. Йено это восприятие. И, в частности, Йено также связано с некоторыми световыми атмосферными явлениями. Допустим, Йено связано с северным сиянием, к примеру. Чара связано с чёрными дырами. Земля это та, которая не имеет небесного значения. Ну, хотя и с другой стороны и имеет, но... Ну, и с другой стороны не имеет. Так же само, как вот Ра, она отображает Всевышнего и как сверх духа. И поэтому, с одной стороны, можно сказать, что она также присутствует в тонком строении человека. А с другой стороны, поскольку Ра не является частью тонкого строения человека, то как бы Ра и не присутствует в этой последовательности. Поэтому, да, вот можно сказать, что на каждую тему, на каждую из 60, даже больше, на каждую вообще из всех тех тем, которые... Убираем сейчас числовые, потому что числа там почти у всех есть. Хоть какие-то. Убираем там... Звуковые звуки тоже у всех почти есть. Даже та, что непроизносимая, она непроизносимая только сейчас. И, кстати, тоже интересно, что вот так только одна из АУМ-АРАСИ стала непроизносимой. Потому что, как правило, в АУМ-АРАСИ есть такое явление, такая тенденция, что, допустим, 63 буквицы одинаково следуют какой-то тенденции. И ещё одна, которая, да, как-то с этим делом связана, но она как-то противоположная всем 63-м. Нет заворотка мозга. Мозг на месте. Ну и по чакрам тоже идёт спуск такой, так? Ну и спуск, и подъём. Ну подъём, если... Ну, я вижу, что тут сначала какие-то телесные такие, побудова и так далее. А далее тут почуття, там, делуки, и мыслення далее, ну и вверх-вверх. Ну да, да. Ну и життя люди, насколько я понимаю, вот там... По тому, ну, избегаются с настановами... Я не помню, прохладу, да, по-моему? Ну да, 99 предписаний. Сбегаются с ними и... Да, в принципе, да. То есть можно даже, что в начале человек просто родился и пытается познать мир, каким он есть. Дальше уже объединяются как-то люди вместе, там семья формируется. Дальше как-то уже... Дальше вместе духовно развиваются, краны правляются. Шана Ши вообще, да? Ну я имею в виду сейчас просто буквицу Ра. Дальше уже и буквица ОТ включается как преемственность поколений. Ну и дальше там уже и духовные практики, потому что Шана, она связана с горами в частности. И в древности была такая традиция, и это, я считаю, правильная традиция, что, допустим, пожилые люди, когда они уже не могут вообще заниматься никакой физической и постоянной, допустим, умственной деятельностью, они или уходили в горы и там медитировали, или могли даже просто дома у себя перестать питаться и только повторять мантры. Только повторять мантры, и тогда они со временем или быстро очищившись умирали, или же, как бы, переходили на новый уровень, где могли дальше уже изучать сознание. Это включаются Яны, включаются Йенцы, и в конце концов изучение Кси, Пси, Фата, Ижица и Ант-Йон в самом конце. И кто? Ну и противопоставление материи. А включаются Яны и Йенцы? Ну, я говорю, что если, допустим, буквицу Шана мы понимаем, что она связана с горами, а в горы как раз после всех предыдущих стадий развития уходили те, кто уже не могли никакой пользы приносить в обществе, Ну, здесь вариант и в горы, или дома медитировать. Ты же слышал? Нет, я не разумею, что значит включаются Яны и Йенцы. Ну, если, допустим, старик какой-то отказался от пищи и повторял мантры с идеей того, чтобы или помереть поскорей, и перейти на новый уровень. Если он помер, понятно, помер, всё хорошо. Очистился – помер. Если не помер, а смог всё-таки сознание своё как-то перекалибровать, то дальше как раз и включаются вот те образы, которые отображены в тех буквицах. Потому что человек изучает, как детальнее, качественнее изучает, как работает сознание, как работает восприятие. А буквица Ян, она же и означает внимание. И дальше наступает истинная Ян и Ян. И дальше образное значение Йенцев. Вернее, Йенцев и Йенцев и так дальше. Угу, это не нужно включать истинные Йенцев. Ну, и дальше доходит до кси-пси-фата и так дальше. Ну, а если ум за смерть брать, то дальше идёт перевтяжение, снова объединение духа с душой? Нет, нет, никак нет. Ом здесь не как смерть, а как завершённость, допустим, основных жизненных процессов и готовность к смерти. Потому что сейчас старики и вообще никто не готовится к смерти. А в древности, как правило, даже с детства уже к смерти готовились. А где-то уже после лет шестидесяти, то с готовностью готов, всегда готов к этому относились. Хотя и жили намного дольше. Но не боялись смерти и не стремились к ней, и в то же время не боялись её. И я считаю, что это правильно. Я считаю, что правильно, допустим, завершать день или завершать там... Вообще постоянно вот так жить, чтобы в смысле, если даже вот сейчас помру, чтобы было вот что Богам сказать, чем вот занимался. Что не так вот, а, ну да, Боги, вот за сегодня меня не трогайте, вот я там год назад, может, что-то хорошего сделал, а потом ещё там двадцать лет назад. Не так. А вот чтобы за каждый день было что сказать. Чтобы было что предъявить Богам. Ну и изучали, и медитировали, и в горы уходили, и просто даже если не уходили, то в тех поселениях, где жили, занимались столбничеством, занимались отказами, занимались разнообразными другими практиками. Ну да. Амт Йон, то есть разоточисление с материей. Вознесение фактически. О-м-м... Ам-м-м-м... Что дальше? Ну что, прекрасно Омарася. Беру за то, что.. Та нет, а вам нравится, она всегда прекрасна. Ну так, и дякую за то, что я ее отримал. Так изучаю ее. Так изучаю, чему же изучаю. Образное значение буквицы ФАТА. ФАТА? Ага. Объединение Духа с Душею в одном значении. Образное значение ФЕРОТ. ФЕРОТ. Это больная сила, которая сохраняется, несмотря на материальные муки, и которая уничтожает материальность. Кто такой Церенун? Это не заумрался. Как вы что? Церенун? Ага. Ага. Ну, я не знаю. Ладно, не буду тебя сильно мучать. Ну, я могу пройтись, если ты хочешь, по этим всем. Как бы я и числовые значения старался. Хорошо. А книжки тебе по мифологии ты читал? Не, не. Я о Сеумарасею займался. Ага. Хорошо. А он Арасею о монетах читал? Ну, не перечитывал, но не перечитывал другий раз сидящий. Жаль. О исторических особенностях доказательства, что была письменность и что именно 64 не читал этого ничего. Да? Да. Вернее, не перечитывал. Ну, не, не перечитывал. Ну, как? Те, какие по ходу являются раскрытием образов. Ну, те, какие в большей части. Ну, да. Хорошо. А другие тексты какие-то читали ведические за это время? Читал, славы, славы до священного читал. Ну, что там, Ратаю читал. Ну, я не знаю. Я читаю. Я не запомню точно, когда я читал. Ладно. А, допустим, как назывались острова Ратайи? Раян, Таян, Дьян. Своян и Таян, а не Дьян. И центральный, как назывался? Ну, справимся. Нет, Вестий. А, Вестий, а не Вестий. И какой остров просуществовал дольше всего? Ну, нынешний Дьян. Нет, Раян. Раян, это нынешний вид, да? Да, это тот, который находился над Скандинавией и Уралом. Угу. И с него и осуществилось переселение. Хорошо. Здесь организовали, как называлось то, что здесь организовали? После переселения? Ну, на Украине, как называлось то, что организовали славяне после исхода с Гипербореей? Ну, на Варатая. А, также, как это называлось еще? А, Аратая. Хорошо. А какой еще древний эпитет этой территории? Секорая. 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 У нее есть похожее название какой территории? Сокоптахия? Чи Сокопташка? Сокоптиана. Сокоптах. Сокоптах. Да, это Египет. А еще? Тежнасе, че-че? Ну да. Секорай, Сокоптиана. Сакрамая. Она самая. Где она находилась? В певденно-схиднейшей от территории Украины. Хорошо. С какой из этих территорий происходил... Точно певденно-схиднейшей? Ну да. Я уявляю, что певденно-схиднейшей. Ну, добро. Получается, что за Черным морем, как раз на юг, это Турция и на восток, это Кубань, Кавказ. То есть, да. Хорошо. А с какой из этих территорий происходил и где жил Велмакай? Кто? Велмак. Вообще, ты знаешь про него, кто он такой? Велмак это Ну я что? А что ты про него слышал? Ничего, помню то, что ты говорил про него. Ну это очень интересная личность. Он часть жизни был одним чуть ли не из лучших мудрецов в той стране, где он воплощался. Ну и в соседних. Часть жизни он воплощался, как такой бандит, шоу, божишь, спаси. И в последнее из своих жизней он записал текст, который описывал рождение и деятельность Всевышнего Саагаста. Ну, фактически до того, как Ведиенгороде ушло с материального плана бытия земли. Фактически на основании его труда позднее очевидно под редакцией Весадевы создали Ромаэна. А как называлось видично? Житие Саагаст? Ну да. Ну так он может быть там в Сакрамае? Ну, в основном да, в Сакрамае, хотя он и путешествовал и на Сакураеве, и Сакоптяну, и Диангороде. Ну хотя да, его как бы скорее Сакрамае, его территория. Хорошо. А что ты интересного помнишь из особенностей воплощения Саагаста? Втілення Саагаста? Втілення Саагаста? Втілення он приблизно 7000 років назад. Спочатку довгий час ніхто не знав, що вина... Ну, это отдельная історія. А как он воплотился? Ты ж помнишь, що Равана не хотів, щоб він воплощався? Тому Равана отправив на замораживання його родителей, щоб те його не родили. Однак він їх заморозив уже фактически сразу после того, як вони його родили. зілення Саагаста в ту княжеску династию, которая занималась вопасанням овец і коров, і других животних на территоріях восточной Украини і дальше туда на восток через Волгу. Ну, степь евразійська фактически. А Славедату отдали в один із городов северо-западной Украини. Ну, позднее Саагаст нашёл Славедату, это отдельно чуть-чуть история. Но Равана был очень огорчён, когда получилось, что он незачем это делал, получилось, что он сам был в ужасе, что то, что он осуществил грех против этой семьи, а он не мог их убить. Там было проклятие, что если он навредит Десетерату, то ему пекло покажется раем просто. Настолько сильное то проклятие было по отношению к нему. Поэтому он его не мог убить, он его заморозить решил. И даже то, что он его заморозил, это уже с точки зрения тех проклятий, которые охраняли Десетерата, уже нашкодило Равани колоссально. И получается, что поскольку Десетерат перед этим уже спрятал сына, то Равана, когда это всё понял, осознал, он понял, что он навлёк на себя проклятие, по сути дела, просто так. Ни за что. Он думал, что да, он навлекает на себя это проклятие, но зато Саагаст не родится. А получается, опоздал чуть-чуть, товарищ. Как эти смертники. Ну и позднее история с тем, что Равана пытался украсть Славедату. И позднее история с тем, что брат Раваны предал Равану. А позднее, когда в качестве контрибуции Раме они дали, ну поскольку ему надо было с Ланки как-то по-быстрому добраться в Ведиенгороде, то демоны подарили ему некий челнок, который они использовали как для полетов на Луну, так и для перелетов по Земле. Однако, в это же время демоны предали того брата Равана, который предал Равану. И для того, чтобы отомстить Саагасту, там на удаленном контроле как-то так включили, что этот челнок полетел на Луну, и там, в общем, Рама должен был умереть. Индусы эти знания переформатировали в то, что якобы Равана, вернее, Рама временно улетал на райскую планету какую-то. Но в языческих текстах эта история чуть по-другому описывается. А Равана это пра-пра-пра-пра-пра-пра евреи, да? Ну, первый Равин фактически такой. Ну, он наполовину по матери еврей такой. То есть, он там десятилучевой какой-то, да? Ну, получается как? Получается, вот они потерпели крушение на Луне. И они выбрали одну из своих представительниц и прислали к мудрецу по власти. Ага. Угу. И ты, наверное, помнишь эту историю. В день, когда нельзя отказывать ни в чём. Вот. И, соответственно, мудрецу по власти пришлось её плодотворить. И оттуда завёлся Равана, завёлся демон обжорства. Завёлся тот брат, который потом их предал. И завелась крысиная паника. Кто-кто? Крысиный ужас. Крысиный ужас? Ну, да. Что это? Принцесса Шурпанака. Шурпанака. Имя которое переводится то ли как лунная царица, то ли как крысиный ужас. Ну, можно переводить как щурпани, то есть пани как правительница щура, правительница луны. А можно переводить как паника для крыс или как-то так. А или как всекрысиная, вселунная, если пан переводить как общее все. А какие ей предповедники есть в инших традициях? Ну, в индийских текстах она описывается как шурпанака. Ну, в индийских текстах? Нет, она еще описывается в вавилонских текстах. Как то, как имя? Имя то же самое, царпанит, только там ее уже приписывают как жену Всевышнего. И там ее отождествили уже с радой. Это исходя из того, что когда случились определенные события, Славедата ушла и соединилась с горой Пагид, соединившись с Украиной, став как бы матерью Родины нашей. А шурпанака пришла к Саагасту и предложила свои услуги в воспитании льва и коша, детей Саагаста и Славедаты. И долгие годы шурпанака их как бы воспитывала, обучала, сама обучалась, чтобы быть достойной их обучать. А за что такая славянам карма? Что когда нарубили стенки, что зараз отплачивают? Постоянно. Постоянно? То есть это собрали подробности? Не, ну смотри, ведь Всевышний, не то чтобы Всевышний топил славян, не то чтобы боги топили славян, славяне сами топят себя. Я понимаю, так, но Вот хорошо, ты сейчас возьмешь, не знаю, пистолет, стрельнешь себе в голову и скажешь, а что у меня такая карма, что я себе стрельну? Кто тебе виновен, что ты стрельнул? А так если современные славяне водку заливают? Ну это современные, но чего-нибудь заслужили за то, что это началось? А что началось? То есть здесь снова, если ты предполагаешь, что когда-то на нас напали злые инопланетяне, захватили и навязали нам деградацию, то этого не было. Всегда среди славян находилась какая-то тварь, которая выбирала всех остальных гнид. Эти все гниды побеждали всех основных духовно развивающихся. С молчаливого согласия всего быдла и начиналось растление того или иного славянского государства. Ну или изначально около славянских государств. вот та же самая Персия, тот же самый Египет, Шумера-Акад, Хетти, они все так же само пали. Кельты там с ума сошли, что чуть не так родинка, они уже детей убивали. Тоже деградация качественная. Ну а постепенно и у нас одни из-за своих амбиций бесились, как Игорь и Ольга. Другой из-за комплекса неполноценности, что он был незаконно рожденным, Владимир. Но ведь был же выбор у славян. Славяне могли увидеть, что Владимир из-за своего комплекса неполноценности готов уничтожить фактически все, что только можно уничтожить. Потому что он, получается, дал христианам уничтожать наши священные рощи. Он сам проводил геноцид тех, кто отказывались принять сначала его язычество, а потом и христианство. Он уничтожил Киев как столицу. То есть, ну, короче говоря, если бы славяне были разумными, они бы просто его должны были уничтожить. Они должны были уничтожить Ольгу. Ну, Игоря, правда, так и уничтожили, но слабовато. Его свои же воины должны были бы распять на ближайшем дереве. И сказать, извиняемся, уважаемые правители из Крастана, что наш начальник хотел вас фактически ограбить. Поэтому вот мы его сами распяли, извиняемся. Но ведь его войско это не сделало. Они подходили к Искрастану. Он дважды пытался брать дань. И дальше, смотри, дальше боги еще дают спасательный круг в виде Данилы Галицкого. Снова кто-то взялся, подержался, а остальные это отвергли. И дальше боги снова дают веревку, соломинку, даже чтобы спастись из болота невежества. То, что в Великом Княжестве Литовском официально разрешалась и официально культивировалась ведическая традиция. Ну и постепенно и все это деградировало, и в Литву пришло христианство, и на территориях Украины и Беларуси опять началась новая волна ужесточенного навязывания новой версии христианства с уничтожением старой версии христианства. И вот так постоянно. А дальше... Снежный ком. Снежный ком. А если будет какие-то причины... Ну, та же самая... Война... Дия и Вия. Ну да, но это не то. Это... Понимаешь, война прошла. И что дальше? Начало этого снежного кома... Этот снежный ком состоит из снежинок. А снежинками в данной параллели является нежелание мысли, каждого отдельно взятого славянина. Тобто стёклся. Ну да, каждого отдельно взятого человека. Ведь они могли бы как-то пытаться собрать остатки предыдущей цивилизации. А они допустили, что она полностью рассыпалась и допускали дальнейшее столкновение, дальнейшее дробление. Могли бы задуматься и понять, что деградация просто ну не нужна. Деградация это деградация. А многие начали допускать деградацию. Многие начали культивировать деградацию. И, допустим, в том же Вавилоне деградация культивировалась. Другие версии деградации, как в Акханалии всевозможные, культивировались в Греции. И постепенно, когда Владимир стал навязывать деградацию, ведь снова народ должен был это не допустить. А они думали, ну а может так лучше, а может это самое. Во времена Ольги многие начали принимать христианство просто потому, что шла реклама относительно того, что вот для того, чтобы отправиться в Ирий, нужно целую жизнь все правильно делать. Нужно там стараться, изучать, разум развивать. А для того, чтобы отправиться в христианский рай, не надо ничего делать. Надо просто в конце покаяться. И куча придурков только из-за данной рекламной концепции начали переходить в христианство. А чи, похоже, сейчас происходит в том плане, что большинство этих больших вчителей и так далее, в основном индуистского направления, говорят, что не нужно думать, нужно слушать внутреннего голоса, который скажет, что правильно сделать, через то, что мы не способны выполнять всю стратегию промыслу. И нужно слушать интуиции. А по сути, большинство этих людей...